А в Актюбе продолжают праздновать Наурус Мейрама. В городе состоялся конкурс на самую красивую юрту. Их в эти дни установили в парках и на площадях. В каждой из них гостей ждут национальные угощения. В юрточном городке побывала Елена Устимович. В Актюбинской области установили более 60 нарядных юрт. В городе, в районах и сельских округах сегодня везде чувствуется поистине народный праздник. На главной площади города разместили 7 юрт, каждая из которых носит свое тематическое название. Коллективы предприятий постарались воссоздать внутреннее убранство юрты. Верная спутница кочевника и сегодня не только интересный образец материальной культуры, но и удобное жилище. Внутри каждой юрты накрыт богатый дастархан. Всем гостям подают традиционный наурыскожие. Наурыскожие нужно готовить из семи ингредиентов. Этот рецепт мне передала моя бабушка. Я положила туда конину, добавила тары, маш, пшено и в конце молоко и айран. Получилось очень вкусно. Сейчас мы угощаем горожан. Невозможно представить традиционный дастархан без баурсаков. Их вкус в первую очередь зависит от рецепта пышного теста. Не все хозяйки охотно им делятся, но специально для нашего телеканала женщины из этой юрты готовы сделать исключение. Замесило это тесто по особому рецепту. Здесь есть вода, соль, айран, доброта. Все самые хорошие пожелания. Поэтому они получаются вкусными и сладкими. Горожан радуют театральными постановками, различными выставками и концертными номерами. Для угощения в праздничные дни в Актубе приготовили 12 тысяч литров наурыскожие, 11 тонн ароматного плова и 10 тонн баурсаков. Елена Устимович, Ботмолдогалиев, Актубе, Хабар-24. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok